Я предлагаю начать. Уже запись пошла. Я смотрю, все, уже могу начинать. Всем здравствуйте, всем добрый день. Рады всех приветствовать на нашем очередном вебинаре. Сегодня вебинар будет посвящен продукции компании EGASET. Мы расскажем о самой компании EGASET, как она развивалась, как она становилась лидером этого рынка по DEC-телефонии. И также расскажем о существующих на сегодняшний день решениях, новых решениях, которые ожидаются в ближайшем будущем. И также будет очень интересная часть, посвященная сферам применения и также кейсам, которые мы, как компания-дистрибьютор, имеем в своем портфолио на сегодняшний момент. Сразу хочу представить у нас, помимо меня, представителя компании EGASET сегодня, представитель компании EGASET. Зовут его Евгений Минаев. Он является сферическим директором компании EGASET и, соответственно, откроет сегодняшний доклад. Евгений, передаю вам слово. Да, спасибо большое, Ром. Коллеги, добрый день. Очень рад вас видеть, слышать. Много знакомых имен, фамилий, много гостей, не захотевших представиться, но не страшно. Также со мной сегодня будет презентацию проводить Петр Тюрин. Здравствуйте, коллеги. Я, конечно, вижу много знакомых имен. Вероятно, многие из вас знают ту часть презентации, с которой я начну, так как я буду рассказывать и о компании EGASET, и о тех продуктах, которые были год назад, два года назад, но также и о тех продуктах, которые мы ожидаем в ближайшее время, которые, собственно говоря, появятся, надеюсь, в ближайшие месяцы уже будут у нас на складе. Итак, для начала, что такое компания EGASET? Многие знают, но так как все-таки наверняка новые люди подключились к презентации, компания EGASET – это… Секундочку, я проверю, что у меня слайк хочет переключаться, мышка сегодня хочет переключаться. А, все нормально. Компания EGASET сегодня – это то, что вы видите на слайде. То есть я не буду вам зачитывать словами то, что вы видите на слайде. Я буду рассказывать вещи вокруг этой информации, а глазами вы прочитаете на слайде самостоятельно. Сейчас компания EGASET – это в Европе бренд номер один. В мире это в среднем 35% рынка DEX-систем. Как вы видите, опять же на слайде, тенденции разные. Тенденция идет в сторону потихонечку снижения DEX-систем в мире. Есть такой тренд. Но в любом случае, учитывая рост IP-телефонии, то вот в купе IP-телефонии и DEX-систем мы наблюдаем хорошую, стабильную, в принципе, ситуацию на рынке. Итак, что такое EGASET с точки зрения истории? Видите на слайде 1916 аппаратов, которые делаются до сих пор в Германии. На следующем слайде вы увидите эту картинку. В 1941 году компания Siemens построила завод в городе Бохольд и начала производить телефоны для поддержки немецких экспансий во всем мире. Собственно, тот самый... В 2007 году, в 2005 году Siemens открывает в России. И в 2007 году Siemens решает отделить от себя направление телефонии. То есть они посчитали их для себя непрофильными, ну, то есть как бы не соизмеримыми с масштабами основного бизнеса. Отделили их самостоятельной компанией и продали различным частным компаниям. Тех компаний, GIGASET, которая стала заниматься, продолжила заниматься производством конечного оборудования, то есть тех телефонов, которые у вас стоят на столах, у клиентов стоят на столах. И компания Unify. Для чего говорю? Для того, чтобы делали разграничения между этими компаниями. Я очень часто встречаю, что люди, у них вот просто кашляют, голоса непонятно, что такое Siemens, что такое GIGASET, что такое Unify. Кто-то думает, что это одно и то же, кто-то думает совершенно разные вещи, в общем. В общем, компания Unify продолжила заниматься системами производства АТС, то есть телефонных станций. Но также как бы у них в портфолио присутствует оконечное оборудование, существенную долю которых производят на нашем заводе. То есть мы являемся ОЕМ-производителем части оборудования для компании Unify. В частности, то, что будет одной из новых частей презентации на сегодня, сегодняшний день, это решение N870, Microsoft второго поколения, которое расширяет наши возможности. Она также у нас представлена в компании Unify. Unify. Конечно же. Алло, меня слышно? У меня звук как-то изменился. Подтвердите, пожалуйста, что меня слышно. Окей. Это, вероятно, Ром погасил микрофон. Окей. Итак, новое Microsoft-овое решение у нас появится, и дальше расскажу о нем. Как видите, последняя строчка на этом слайде как раз на эту тему. Собственно говоря, наш посередине слайд – это завод в городе Бохольд. Это вижу представителей сегодняшней конференции, которые, зная, что там побывали и посмотрели, как он выглядит изнутри. Было очень забавно, на самом деле, присутствовать в ситуации, когда ребята, коллеги, еще садясь в самолет, когда мы летели на завод, говорили, да я не верю, да это все ерунда, там, наверное, просто, ну, либо шилдик наклеили, либо в коробку положили, или еще что-нибудь. А потом вот реально как бы на заводе увидели изнутри, как все это у нас работает. Очень было приятно видеть, как их это впечатлило. На слайде вокруг этого центрального корпуса, на котором, собственно, производство работает, видите, это слайд – это живое производство техники, живое, людей нет, работают только роботы. Роботы же сейчас, чуть раньше было по-другому, люди подвозили на тележку схемотехнику, сейчас даже этот элемент ушел. То есть подвозят роботы, инсталлируют эти бобины со схемотехникой на конвейерную линию, то есть от засыпки пластиковых гранул для производства, для выплавки вот этих вот форм телефонных трубок, модулей базовых блоков. То есть все, 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 вот пресс-форма, материнская плата, напайка и прочее, прочее, прочее производится в автоматическом режиме. Что касается надежности, то есть фраза «сделано в Германии» – не пустое слово в нашем случае, понимая, что у нас есть некий скептицизм у российских пользователей по поводу того, что сделано в Германии, многие не верят по очевидным причинам. Да, есть борги, есть трэдмонты и прочее, прочее. У нас даже, то есть мало того, что 99,9% производства автоматизировано, даже тот единственный сотый процент. ...фактора, который представляет из себя человека в конце конвейерной линии, который в коробку потом подкладывает... Извините, извините, пожалуйста. Письмо посмотри, пожалуйста, на почте. Который в коробку подкладывает крышку от батарейного отсека с батарейками, потому что они не у нас производятся. За этим человеком все равно находится робот, который контролирует, что эта крышка с батарейками положена в коробку верно, а не от другого какого-то аппарата. Если идет какая-то нестыковка по весу, то есть контроль веса идет по коробке, то коробка скидывается с конвейера. То есть даже вот эта вот процент человеческого, доля процента человеческого фактора, она нивелируется все равно роботом в конце. Несмотря на это, конечно же, конечно же, у нас бывают тоже различного рода нестыковки, но мы стараемся максимально оперативно с ними бороться. Извините, я вот так как бы вокруг этих слайдов хожу гуляю, но кому это не было известно до этого, я надеюсь, как бы это интересно услышать будет. Что касается даже сервисной поддержки в России, в частности, я не отвечаю за то, как это сделано в Европе, хотя я как бы знаю, как сделано в Европе, так как у них все-таки логистика внутри Евросоюза открытая, все делается очень быстро и оперативно в плане ремонта. То есть если у них какой-то элемент оборудования выходит из строя, они вызывают службу доставки, в течение, если не ошибаюсь, недели идет доставка в течение суток до завода. Собственно, ремонт производится на заводе, вот если видите над производственным этим сектором зеленая полянка и слева корпус, вот там как раз делается ремонт. Ремонтируют они там день-два сколько, я не знаю, детали, отправляют обратно, то есть у них сервисная политика работает таким образом. У нас по-другому. Так как у нас масштабы страны большие, почта либо дорогая, либо долго будет идти, либо просто не дойдет, то мы приняли решение упростить схему сервиса максимально, для того, чтобы клиенту было удобно, чтобы не было каких-то негативных эмоций. Если клиент говорит, у меня что-то сломалось, проводим минимальную диагностику удаленно, воткните сюда, проверьте здесь, может быть это, может быть то. Если с высокой долей вероятности подтверждается, что проблема там не в контакте, образно говоря, а действительно вышел блок из строя, подтверждаем партнеру через цепочку клиент, реселлер или там системный интегратор, дистрибутор, гигасет. Мы подтверждаем, да, окей, делаем замену. Партнер производит замену со своего склада или с нашего, то есть как удобнее, как быстро получится. И дальше уже как бы там в плановом порядке сломанный модуль идет обратно к нам, но клиент этого уже не видит. Для него главное получить максимально там в течение суток-двух максимум, получить замененный модуль, чтобы он мог свой бизнес продолжать эффективно эксплуатировать. Грубое слово, ну как бы работать максимально эффективно, без оглядки на то, что у него сломалась телефония. Итак, такой вот маленький слайд и столько слов о нем. Основное, что я хотел сказать, сделано в Германии, это именно сделано в Германии. Есть компании, которые говорят, что они германские, не буду сейчас называть, но у вас коллеги из Эпиматики тоже из недавнего знают на слуху, есть одна знакомая компания из той области, но производят они технику-то в основном в Юго-Восточной Азии. Мы все-таки сделаны в Германии, это видно даже, то есть если вам доводилось видеть нашу технику вживую, трогать ее руками, это видно по качеству пластика, по качеству швов, по тому, как они лежат в руке, как они тянутся или не тянутся за пружинкой телефонной трубки. Это детали, нюансы. Идем дальше. Для кого наша продукция? Так как данная презентация посвящена все-таки Gigaset Pro, я не говорю о том, что наша продукция, в том числе для домашних пользователей, там другая сфера, там другая продуктовая линейка, у нас там другие решения. Что касается сферы Gigaset Pro, это полностью от SOHO, от Small Office, Home Office решений. Видно здесь внизу на слайде гибридный телефон DX800A, я о нем скажу чуть позже. Наверное, ближе к концу презентации. Очень, на самом деле, простой, но интересный аппарат. Телефоны A540, C530 IP, это телефоны из продуктовой линейки потребительского сектора, но в том числе для SOHO бизнеса их можно и в стиле использовать. Для среднего и малого бизнеса это Microsoft первого поколения и телефоны наши проводные с оговорками. Опять же, про оговорки скажу чуть позже, они в основном связаны с ценовой политикой. И крупный и средний бизнес, госструктуры, это система Microsoft второго поколения, здесь очень важно, и также аппараты Maxwell. И уже по продуктовой линейке. Для тех, кто все это уже видел, обратите внимание, вот справа появились такими серенькими, бело-серенькими прямоугольниками, надписи, картинки с словами N870 IP Pro и чуть ниже N670 IP Pro. Для тех, кто подключился в первый раз, для тех, кто знакомится с гигасетом в этой презентации, верхняя наша часть, это часть, кусок небольшой продуктового портфолио проводных SIP-телефонов. Сразу оговорка. У нас нет H323, у нас нет линка, у нас нет MGCP, SCP и прочего-прочего. Компания GIGASET производит устройства для работы по SIP-протоколу. Справа посередине, справа внизу, это системы Single SOT и Micro SOT. Наверное, я все-таки расскажу разницу между ними. Я не вижу вас лично и как бы интерактивно. Не получится мне пообщаться, нужно об этом говорить или нет, но я кратко расскажу, в чем разница. Слева посередине трубки и снизу тот самый DX800, о котором я скользко упомянул. Итак, разницу про Single SOT и Micro SOT я расскажу, когда буду говорить о Micro SOT. Вот, собственно говоря, представитель Single SOT нашего решения под названием N510 IP PRO. На всех слайдах с продуктами вы будете видеть стоимость, рекомендованную розницу, рекомендованную розничную цену продукта для клиента. Петр в своей части презентации расскажет, что это не некий индикативный просто ценник, а это вполне даже реальный ценник, который нами по возможности старательно, не то чтобы контролируется, но мониторится и позволяет некоторым образом управлять взаимодействием с вами, тем самым, собственно говоря, повышая прибыльность бизнеса у нас с вами. Итак, решение N510 IP. В коробке идет только базовый блок и блок питания. Трубок в коробке нет. То есть это цена за базовый блок и блок питания. Несмотря на это, N510 IP имеет поддержку питания через Ethernet, то есть POE. Кому как удобно, собственно говоря, тот так и подключает. Решили блок питания не убирать из аппарата. Наверное, это не сильно сказалось на цене. Как бы это весь вопрос. Решение немцев. Устройство позволяет подключать до шести телефонных трубок, делать шесть одновременных вызовов, при этом настраиваться может до шести СИП-аккаунтов. То есть, в принципе, эти самые шесть телефонных трубок – это могут быть самостоятельные подключения как к разным операторам, так и с уникальным номером на каждую трубку, так и с группировкой, как угодно. То есть это все зависит от того, как осуществить конфигурацию устройства. При этом сама конфигурация устройства, как много подтверждают и пользователи, и коллеги системные интеграторы, очень простая, интуитивно понятная, не требует каких-то там… не то что сложных знаний. Знания, конечно же, нужны, нужно понимать, какие поля необходимо, чтобы включить, но не требуется каких-то завихрений мыслей, чтобы довести до рабочего состояния наше устройство. Все наши устройства, в принципе, имеют идентичный веб-интерфейс с небольшими дополнениями, изменениями, поэтому один раз, познакомившись даже с консюмерским аппаратом, там, C50, C530-м IP или A540-м IP, можно запросто переключиться на профессиональную линейку и таким же образом ее настроить. Что еще отсутствует на слайде по данному продукту – это поддержка автопровижненга, то есть поддержка средств автоконфигурации. Средств у нас очень много, разнообразных. Это и DHCP, и опция 66-я, и возможность через XML-файл подкачивать файлы конфигурации с центрального сервера, как на линк конечного заказчика, так и через редирект-сервер так называемый, то есть когда устройство, купленное в обычном магазине, клиент прописывает, что MAC-адрес принадлежит мне, устройство, купленное в магазине при подключении, кидает запрос на немецкий гигасетовский сервер, спрашивает, вы меня вообще знаете или я так просто, ну, как бы никому не нужен здесь? Он говорит, да, я знаю, ты принадлежишь компании Петр Тюрин и компания, образно говоря. К нему присваивается, не присваивается, на него скачивается конфигурация специальная, и все, и клиент может, собственно говоря, уже начать работать в среде соответствующей компании. Кроме этого, есть поддержка конфигурации по протоколу ТР-69, то есть очень удобный протокол, но со своими особенностями. То есть он не очень популярен в том смысле, что изначально предполагался для использования в настройке маршрутизаторов, то есть для операторских каких-то устройств. Это все-таки не операторское устройство, это устройство оконечное. Но вот в этом конкретно аппарате оно реализовано, ТР-69. В новых аппаратах пока не реализовано. Мы собираем пока данные, запросы, насколько это необходимо и насколько это нужно. Если будет определенный уровень запроса, который будет какой-то коммерческий, экономический смысл для гигасета иметь, это будет реализовано. Что еще сказать про этот аппарат? На базе этого аппарата сделано у нас решение, кастомизированное, в том числе для компаний Ростелеком, в частности. На базе этого аппарата у нас есть решение для компании Сбербанк. Мы продаем тысячами-тысячами этот аппарат в связке с профессиональными телефонными трубками. Ну, как бы у Сбербанка есть особенность. Компания большая, у компании много денег, у компании 17 тысяч филиалов, в том числе 12 тысяч, если ли 11 тысяч, да, наверное, даже больше, филиалов, состоящих вот именно формата до 10 человек, а то и меньше. То есть вот для таких вот маленьких филиалов такое решение очень эффективно подходит, тем более, что оно может централизованно управляться. Это о чем говорит? Это говорит о том, что если у вас есть на примете клиент, у которого есть широкая филиальная сеть, состоящая из небольших по размеру офисов, то это, собственно говоря, предложение для них. Это банки, это страховые компании, это почтовые различные сервисы и прочее, прочее, прочее. То есть на ваше усмотрение вам виднее, кто ваши клиенты. Двигаемся дальше недалеко. N510 имеет возможность подключать к себе до шести репитеров. Таким образом повышается зона охвата работы решения, но не добавляются какие-то функциональные характеристики типа дополнительных вызовов. То есть вот как было четыре одновременных вызова на систему, так, собственно, с репитерами эти четыре вызова останутся. С дополнительным ограничением в зоне области одного репитера будет только два вызова. То есть оставшиеся два где-то еще. В области покрытой репитерами возможно работа по хендоверу. Будет точнее работать хендовер. Хендовер. Коллеги, слышу много... Для нас это негативная информация, но полезная, да? То есть спасибо, что об этом говорите. Слышу много, что клиент... Ну, конечно, это очевидная вещь. Клиент берет непрофессиональные трубки, тестирует по работе с нашим оборудованием. Наши непрофессиональные трубки, гигасетовские. Видит, что они прекрасно работают в достаточном для них объеме. Что такое достаточный объем? Это работа на входящие вызовы, работа на исходящие вызовы и наличие хендовера. Когда до трубок дойдем, я еще раз к этому вопросу вернусь. Хочу, чтобы вы все-таки постарались понять нас и постарались услышать мой посыл к вам. Пока, собственно говоря, переключаемся на Microsoft. Опять у меня не хочет переключаться. Так. Хочет. Итак, момент. Я обещал для тех, кто не в курсе, сказать, в чем отличие сингл-соты от микро-соты. Сингл-соты – это инсталляция, скажем так, которая позволяет абоненту с мобильным устройством, в нашем случае с дек-трубкой, передвигаться в зоне покрытия вот этой вот соты без обрыва связи до тех пор, пока сигнал от базовой станции этой сингл-соты позволяет это делать. Репитеры производства гигасета. Чем отличается микро-сота? Дек-т по своим техническим характеристикам имеет ограничение по дальности. Написано вот на слайде, да, это 50 метров помещений и 300 метров на улице. Это означает максимальная дальность, в принципе, работы дек-та. Технически он может и дальше работать, но там возникают другого рода нюансы, как то двусторонняя задержка в микросекундах, она начинает превышать некие пороговые значения, и звонок будет обрываться не потому, что у него сигнала не хватило, а потому что просто по двусторонней задержке прошло превышение. Извините, как бы технический нюанс, но вдруг кому это будет интересно. Вот, а вот в помещении ситуация другая. Чем больше стен, чем больше перегородок, мебели, стеллажи, двери. Сейчас модно различного рода перегородки стеклянные, но эти стеклянные перегородки армированы таким образом, что радиосигнал через них проходит крайне неохотно и даже подчас сложнее, чем железобетонную стену. Так вот, в таком случае зона покрытия одной сотой дект превращается в 50 метров в среднем, а подчас 30, там все что угодно. Бывает на переходе между двумя помещениями, там стена метр кирпича, там или полметра железобетона, и это становится препятствием для того, чтобы сигнал проходил дектовски из зоны в зону, а значит абонент, которому требуется мобильность в своем помещении, будет, проходя из помещения в помещение, получать обрыв связи, что подчас является неприемлемым, без объяснения, просто потому что это так. И появляется микросота. Микросота – это то же, что в случае мобильной связи, GSM я имею в виду, вы получаете, когда гуляете по городу или там ездите на машине. Вы едете на машине, сигнал переключается с базы на базу, вы продолжаете говорить, если, конечно, оператор хорошо все сделал, частенько так не получается, вы продолжаете говорить, незаметно для вас, незаметно, сигнал переключается с базы на базу. Вот для того, чтобы реализовать это в системе DECT, была придумана вот схема с работой микросоты. Наша микросота первого поколения, вы, наверное, пробежались уже по ее характеристикам, по ограничениям, 100 пользователей, 30 вызовов на систему, 8 одновременных вызовов на одну базу. Это хорошее решение для формата предприятий а-ля автодилер. То есть мы просто для себя увидели, что для автодилеров хорошим решением является 15 баз, ну, наверное, максимум 15-20 баз, 30-50 трубок, их это устраивает, все нормально. Но, так как часто в прошлые годы мы видели запросы на большие решения, хотим 120, 150, 200, 180, мы вынуждены были отказывать, поэтому далее вы увидите то решение, которое появилось у нас в этом году. Но это решение N720 никуда не денется. То есть как минимум, ну, скажем так, пока не закрепится на рынке система микросоты вторая, система микросоты первая мы не планируем закрывать, по крайней мере в России, в Европе. Как там по-русски-то сказать? Их личное дело, как они захотят это сделать. Архитектурно. N720 состоит из DECT-менеджера. Это мозг-система, это устройство, которое может, которое не светит в эфир, которым не нужно излучаться никуда. Его можно в сейв положить, в серверную убрать, там, где сигнал вообще не будет проходить. Его единственная задача, техническое требование – подключить его в Ethernet. В Ethernet в один IP-сегмент, в один VLAN с прочими IP-базами, которые уже, с одной стороны, подключены в Ethernet для того, чтобы прогонять через себя уже RTP-поток голосовой, а с другой стороны, светят в эфир для того, чтобы синхронизироваться с соседними базами и контактировать, работать, взаимодействовать с телефонными трубками абонентов. То есть на участке трубка базы работает DECT-радиоинтерфейс, потом это все упаковывается в IP-пакеты и через RTP-поток уходит, куда уходит, куда там надо, во внешний мир или внутри остаются в автономке. Особенности данной системы, фишечки, нюансики. Система может работать с так называемой регистрацией на интерфейсе loopback. То есть когда вы в настройках настраиваете оператора, не сочтите за рекламу, там, скажем, Manga или Sipnet или Telfin, я не знаю, может быть, действительно присутствует из представителей, чтобы не обижались. Дополнительно настраивается аккаунт под названием loopback, если я не ошибаюсь, или localhost, наверное, localhost все-таки. Таким образом получается функционал, так называемый, обращается в другую руку, обеспечивающую регистрацию пользователей, то система перехвата на системы абонента имеет возможность автономного телефонного общения внутри себя. Меня видно, слышно? Все нормально? Ром, кивни головой, пожалуйста. Все, а то я пропадал у себя с экрана, подумал, что что-то... Вот, 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 гость пишет, все пропало, все появилось, уважаемый гость. Отлично. Вот, фейловер, но в том числе это может быть использовано не как фейловер, это опция, а как работа для клиента, где требуется телефония, но не требуется работа с внешним миром. Ну, то есть что-то удаленное, что-то где-то далекое, ахтовое и прочее, прочее. Или, например, телефония на... Как это в Европе сделано, да, на всяких там океанских лайнерах. То есть в нашем случае, наверное, это не очень актуально, но кто его знает. Может быть, и такие у нас тоже есть потенциальные компании, которые предоставляют такой сервис, которым требуется телефония, как вариант. Что еще может быть интересно сказать про это устройство? Для некоторых имплементаций, в частности, допустим, для подключения к системе CISCO, CUCM, наше устройство N720 решение поддерживает работу в режиме транка. Если вы знаете, и если не знаете, тогда вам будет интересно, у CISCO каждая регистрация телефонного аппарата стоит денег. То есть лицензия, это там 120, 180 и прочие-прочие цифры в долларах на каждое устройство. А вот в режиме транка, если идет подключение, то CISCO не требует оплаты лицензии. Так вот, наше N720 решение позволяет зарегистрировать все свои 100 абонентов через транк, то есть с регистрацией на себе, а дальше через транк их прокидывать на куком, так называемый. И таким образом клиент экономит очень существенные деньги. Понимая, что в нашей стране, ну скажем так, средний и крупный бизнес, и уж тем более госсектор очень много в свое время закупил, пока были жирные хорошие годы, закупил оборудование CISCO телефонного, авая и прочее-прочее, это может быть сейчас очень актуально. То есть, во-первых, санкционный режим госсектору, в принципе, сейчас становится сложнее закупать оборудование из стран Америки и прочее. Германия, не знаю, наверное, тоже будет непросто. Будем думать, как с этим справляться. Но суть в том, что телефонные станции уже стоят, обслуживать их дорого, наполнять их новыми телефонами, которые выходят и строят, дорого. А наше решение позволяет, во-первых, добавляет мобильность к телефонии, а во-вторых, еще экономит на стоимости лицензии. То есть, в принципе, для клиента становится легко как бы, ну, услышите этот посыл, он спрашивает. А вот за это вы получаете, ну, значительно более в плане капитала эффективную. Так, дект-менеджер как отдельное устройство и дект-базы. Здесь, на этом слайде слева внизу, вы видите, что если клиент хочет купить дект-менеджер минимум 4 базы, и сколько-то трубок, в нашем случае 10 трубок, то мы предлагаем бандл, так называемый, в котором стоимость дект-менеджера обнуляем. То есть, по сути, это скидка в проект на стоимость дект-менеджера. Но обязательно условие поставить 10 профессиональных трубок в свое решение. Это может быть важным нюансом, потому что, ну, клиент скажет, у конкурентов ваших функций дект-менеджера выполняет любая база. Пожалуйста, у нас за нулевую стоимость как дект-менеджер, поэтому, пожалуйста, не говорите нам о том, что делают конкуренты. Серый квадратик слева говорит о том, что у нас нет телефонной станции и не планируется, а значит, мы стараемся дорабатывать наше устройство максимально, чтобы совместимость с любыми телефонными станциями была максимальной. Мы недавно прошли глубокое тестирование с той же ЦИСКой, с последними версиями Кукма. Конечно, есть нюансы, конечно, что-то работать не будет. Важные там некоторые моменты, например, на телефонах Maxwell. Функция BLF, чтобы на ЦИСКе настроить, это челлендж, это надо сильно постараться. У них JavaScript и прочие, не буду ябдеваться в детали. То есть это большая работа по плотной работе с вендором, с производителем, в том числе ЦИСКе. Но базовые функции, 95% функций работают вполне себе качественно, стабильно. Нашли баги, вот реально баги, вот когда работа должна не так, как она работает, оформили у немцев. Немцы сейчас активно работают над исправлением ошибок. Так, что здесь? Видите, Maxwell C-телефон. Вы его не видели там в списке Максвеллов. Это устройство является трубкой, хотя выглядит в форм-факторе как проводной телефон. То есть у него есть только порт для блока питания сзади, а сам он регистрируется как дек-трубка на базовом блоке. Для тех, для таких офисов, где не предусмотрена разводка эзернетскими кабелями, разводка локальной сети ЛВС по помещениям, наверное, такие тоже есть. Я не готов судить, сколько их у нас в России, насколько это популярно. Но вот именно из-за того, что запросов таких мало, мы его пока в портфолио не включаем, хотя как бы всегда рады, что 8, 8, 100, 100, вроде бы все сказал. 400 евро за базу, это все с рекомендованными, ой, господи, это все с налогами. Почему евро? Для тех, кто опять же не знает, я уже не слышал об этом, для тех, кто перед кем-то поступали. Проект по инсталляции Microsoft – это не проект на неделю. То есть все-таки здание строится, клиент уже планирует, то есть это может пройти полгода до того момента, как потребуется закупка оборудования. А клиент обиджетирование происходит именно в тот момент, собственно говоря. Мы осенью забюджетировали, в течение года делаем. И рассчитываем, что в августе месяц, образно говоря, будет закупка. Должна быть уверенность у партнера, у конечного заказчика, что цена сохранится. Отсюда евро. Так как это всем понятно, риски всем понятны. Мы живем в такой стране, которая привязана все-таки к нефтяным ценам и прочей конъюнктуре. Окей, двигаемся дальше. Да, появились у нас запросы. В прошлом, позапрошлом году, как я уже сказал, 100 абонентов стало не хватать. Немцы подумали, решили, да, классно. В Германии это тоже актуально, в мире это тоже актуально, в Европе это важно. Появилось решение N870 IP, это его реальный вид. Нюансы остались какие-то у нас, довести их до Москвы. То есть все уже готово, осталось там какие-то внутренние процедуры пройти. И по сути, я надеюсь, в течение месяца у нас уже будет все на складе. По техническим характеристикам, видите, все на слайде. Черным шрифтом ограничения это системы одного домена, так называемого. То есть когда дект-менеджер, устройство, выполняющее функции дект-менеджера, может максимально контролировать работу 60 баз, обеспечивая 250 пользователей, 60 вызовов, 10 вызовов на базу. То есть видите, везде увеличение идет по производительности. Включая, если забыли там выше, там было 130, 38, здесь 250, 60, 60, 10. То есть в каждом пункте мы как бы увеличили производительность. Плюс к этому, не требуется дект-менеджер как отдельное устройство. Любое N870 откупленное может быть введено в режим работы. Либо дект-менеджер, либо IP-база, либо совмещенная дект-менеджер и IP-база. По характеристикам, как это все влияет, чуть дальше на слайдах вы это увидите. Цена 490 евро за базу RRC – это на данный момент как раз индикатор. То есть мы пока все еще в прайс-лист ее не включили, работу с рынком не начали. Увидим ответ рынка, поймем, как будет цена меняться. Очевидно, что она будет дороже, чем N720. Здесь без вариантов. Выше, наверное, тоже смысла нет. Поэтому как бы такой… ну, как индикатор это достаточно, скажем так. Так. Поддержка UAC-STA – это, по сути, тот же самый CTI. То есть это интерфейс для доработки системы N870, для работы с некими CRM-системами. Образ говоря, с офисным компьютером дает возможность там в примитивном каком-то случае обеспечить инициацию вызова через Outlook. Или, допустим, входящий вызов на телефон у вас будет всплывать на компьютере, отображая информацию о том, кто это звонит, откуда и что ему надо, собственно говоря. Дальше на слайдах вы увидите то, что нарисовано красным шрифтом справа внизу. Означает это, что при использовании некой дополнительной системы, которая будет доступна позже, по моим ощущениям, ну, наверное, в начале 2020 года, и это будет софт, который будет крутиться на некой виртуальной машине, где-то на физическом сервере, неважно где, и будет позволять масштабировать систему до 20 тысяч пользователей с работой 6 тысяч ДЭКТ баз и 6 тысяч параллельных вызовов. Это, в принципе, как бы охватывает уже масштаб любого предприятия, в том числе территориально распределенного. Смысл технический такого масштабирования в том, что человек, имеющий свой внутренний номер и находящийся в Москве, может поехать, ну, куда там подальше, в Владивосток, и там, зарегистрировавшись в сети со свободной труппой по своему какому-то там через ДТМФ переданному сигналу, получить свой аккаунт и будет доступен в Владивостоке по внутреннему номеру своего московского офиса. Итак, ага, а также, ну, окей, а также N670IP, то есть N870, а также N670IP. Так вот, N670IP – это упрощение N870IP, абсолютно та же самая база, с программным ограничением. То есть она сделана программно для того, чтобы выполнять функцию синглсела. То есть она может работать только как синглсел. Ее нельзя просто так включить в систему Микросоты. И, конечно же, стоимость ее из-за этого будет не 490, а сколько-то там. Не готов сказать сколько, ну, скажем, я не знаю, 200, 220, 180. Не готов пока сказать. Нет пока цели, опять же, замещать N510-ю, потому что характеристики там, помните, какие были, да, 4 одновременных вызова, 6 трубок, 6 аккаунтов, да. А здесь у этой синглселл-системы будет 8 параллельных вызовов и 20 трубок. То есть это разные категории решения для разных пользователей. Смысл понятен, да. То есть есть небольшой офис, open space какой-то и все, и больше никаких кабинетов, достаточно одной синглселл-базы. Не требуется и не планируется в дальнейшем. А даже если планируется какое-то расширение помещений дальше, то есть можно поставить эту базу за относительно вообще там какие-то недорогие деньги и обеспечить телефонии людей, которые вы видите, да, 8 одновременных вызовов и 20 пользователей. И вдруг бизнес начал расти. Что делать? Купили под соседнее помещение. Обращаетесь к партнеру, покупаете лицензию, которая снимает ограничения на N670, превращая его в N870. То есть не надо менять железку, как в случае с перехода с N720 на N870. Это не взаимозаменяемые, не совместимые устройства, они вместе совместно работать не будут. Они работают только раздельно. И таким образом получаете ограничения такого рода. То есть это возможность использования уже, да, вот малая система, когда и дект-менеджер, и дект-база совмещена в одной коробке. Функция, точнее, то есть вы галочку поставили, данное одного устройства будет работать у меня в режиме совмещенном DECT-менеджер и DECT-база. Если помните, ограничение N870, 60, 60, чего там было, 250, 60, 60, 10. Здесь будет ограничение 10, 10, 50. 60, 60, да. В общем, 50 пользователей, 10 базовых станций. Почему столько? Потому что, ну, процессорные мощности основной, точнее, одной из баз задействованы как на работу с беспроводными абонентами, так и на управление всей системой. Если вы хотите получить, собственно, реальные ограничения системы максимальной, то есть 250, 60, 60, не нужно уже никаких лицензий. Вы просто одну из баз переводите только в режим DECT-менеджер, она, как бы, все свои процессорные мощности переводит на работу с управлением системой, а все остальные базы светят в эфир, обеспечивая беспроводных абонентов связью. То есть, повторяю, с 670 на 870 требуется лицензия, дальше лицензии не требуется. В дальнейшем, если требуется рост и объединение этих доменов под единой точкой управления, то, как я говорил, вот GIGASET-интегратор – это тот самый будущий софт, который сейчас разрабатывается, который будет объединять 100 систем, 100 доменов, 100 DECT-менеджеров, обеспечивая вот такую вот гигантскую схему. Написано на слайдах LATO 2019, по опыту говорю, что LATO 2019 в переводе на русский означает начало или ближе к середине 2020 года, ну, просто чтобы вы понимали, как бы коммуницировали с клиентами. Так, собственно говоря, то же самое, только в схеме некой диаграммы, напоминаем, ну, то есть, да, закрепить материал с 670 на 870 апгрейд через лицензию, дальше просто конфигурируем, увеличиваем, и в самом конце, докупая, стоимость мне неизвестна, не могу ничего пока сказать, пропадала связь, повторите, про лицензирование. Очень хорошо, что пропадала связь, потому что у нас как раз, видите, несколько слайдов про одно и то. Лицензирование для... Стоимость лицензии я не знаю, опять же, потому что это тоже LATO 2019, да, то есть я тоже жду сингл соту чуть позже и не знаю пока, сколько будет стоить лицензия. Я повторил, да, да, повторил, что просили. Окей, и следующий слайд еще раз то же самое, вот немцы любят вдалбливать в голову, это просто в схеме такой уже графической более. То есть мы сейчас то, что обеспечим, это белые квадратики, вот сингл сота маленькая, потом такой бежевый квадратик, прямоугольник, это то, что сингл сота большая, потом N720 то, что сейчас есть, и уже дальше рост, 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 микросота вторая, которая уже будет только развиваться, развиваться, развиваться вперед. Что еще сказать про особенности N870 можно? Во-первых, как я сказал, добавляется интерфейс работы с сетями, интерфейс компьютерной телефонии. Во-вторых, если N720 система работала только по... по синхронизации работала только по воздуху, то есть для того, чтобы система полноценно функционировала и обеспечивала хендовер, все базы должны быть синхронизированы в достаточном качестве для того, чтобы не было обрывов, разбалансировок и прочее. Здесь в системе N870 добавляется возможность синхронизации по проводу, по эзернету, но, как я недавно выяснил, от технического... Ну, то есть немцы продолжают разрабатывать, продолжают тюнинговать решение, улучшать его, видят какие-то болезненные нюансы, которые необходимо каким-то образом дорабатывать. То есть наличие даже проводной синхронизации между базами не отменяет факта того, что базы должны также видеть друг друга и по воздуху. Просто это означает, что это некая дополнительная возможность улучшить качество синхронизации. Для чего нужна синхронизация? Для тех, кто забыл из тех, кто слышал, либо для тех, кто не слышал еще об этом. Базы необходимо синхронизировать друг с другом для того, чтобы все базы знали, какие частотные диапазоны в какой-то момент времени, в какой области свободны. Для чего? Для переключения текущего вызова, который идет с запада в сторону востока, его нужно по базам перекидывать, вот чтобы не было перехлеста, чтобы не был занят, чтобы не была осуществлена попытка занять канал в ДЕКТе, который уже занят другим абонентом. Для этого требуется синхронизация всех базовых станций. По сути, это является как бы единая база доступности каналов связи. Поэтому вопрос синхронизации имеет первостепенное значение при инсталляции систем микросоты. Наверное, в следующем слове... Ром, а сколько у нас времени? Я вот... Бесконечно. Бесконечно? Великолепно. Ну, не суть. Дальше о трубках. Давайте, знаете, что сделаю? Я вот все-таки... Коль я начал говорить о... Данчике, она же недалеко у нас тут. Кроме к трубкам вернусь. Да. Коль я начал говорить о синхронизации, чтобы это не забылось. То есть рекомендация тех, кто уже съел несколько собак на этом деле. Если у вас, если у клиента подразумевается, предполагается наличие от пяти базовых станций, то здесь не допускается планирование размещения баз пальцем, в нашем случае в план помещения. Очень часто пальцем в план помещения установка базы означает, что будет либо избыточность, то есть будет больше баз, чем необходимо, либо недостаточность, либо все вместе взято. Недостаточность имеется в виду, что базы будут рассыпаться по синхронизации, будут мертвые зоны, где будет, в принципе, отсутствовать связь и прочее, прочее. Для того, чтобы этого не было, у компании Gigaset есть вот такой чемодан, который выглядит стильно, дает человеку-представителю системного интегратора, который приходит на измерение, серьезность своих намерений, да, то есть показывает, что он опытный, весь из себя подготовленный. Представитель берет план помещения, который ему предоставляет хозяин-собственник помещения, устанавливает посередине, я не знаю, мышка шевелится, не шевелится у вас, не уверен. Этот вот белый модуль – это базовая станция, которая выполняет роль как раз, ну, N770, N870, не суть важно, по сути, это все одинаково, тот же ДЕКТ. Берется трубка телефонная, если есть желание, в гарнитуру, вот весь этот набор есть в чемодане, вот этого радиопланирования. Гарнитура подключается в трубку, если хотите, это как бы не обязательно. Настраивается посылка тона с базы на трубку, и через гарнитуру вы ходите, смотрите на трубку, там написано уровень сигнала такой-то, такой-то. По таблице смотрите допустимые уровни сигнала для того, чтобы синхронизация была в хорошем состоянии. И, соответственно, записываете, окей, как бы в этой точке край, когда начинается зона плохого приема. А значит, следующая база должна быть установлена где-то рядом. В случае, если это 5 баз, как я уже сказал, это уже не тривиальная задача. В случае, если это 20 баз, это вообще невыносимая задача, поэтому даже не пытайтесь. Даже не пытайтесь. У нас есть эти чемоданы, то есть мы их привезли достаточное количество в Россию, они есть в доступе у компании IP-Матика, они есть в доступе у региональных представителей IP-Матики, и они есть в доступе некоторое небольшое количество у нас для того, чтобы иметь некую гибкость и отправить по запросу этот чемодан клиенту куда надо, в общем, да, то есть куда надо, туда отправим. Что здесь еще по этот чемодан сказать? То есть, собственно говоря, и все. То есть по опыту человек один раз пройдя осваивает процедуру достаточно, чтобы второй раз сделать это все быстро, профессионально, самостоятельно, ничего слова в этом, в общем-то, нет. Бояться этого нечего. Единственное, что нужно понимать, что если здание строящееся, то, наверное, нужно будет два раза, точнее так, крайне желательно пройти будет два раза с этим измерителем, потому что одно дело, когда есть только железобетон, другое дело, когда появятся уже двери, перегородки, стеллажи и прочее, как я уже ранее говорил. Очень сильно влияет это все на качество сигнала. Буквально, да, то есть когда вы пальцем в небо, вы получаете вот в точке в углу комнаты вашей один сигнал, а метр в сторону отведете, и все может быть сильно по-другому, поэтому без измерения вы эту точку не найдете, и проблемную точку вы тоже не найдете. Окей, отматываю обратно к трубкам. Это наши трубки. Это наши трубки, и что я изначально хотел сказать о том, что, ну, какие тенденции мы видим в последнее время. В последнее время мы видим тенденции, что клиенты, хотя мы об этом много просили, наших партнеров, и через вас, и вместе с вами по возможности предлагать клиентам профессиональные трубки с нашими решениями GIGASET PRO и MICROSOT. Несмотря на это, клиенты, попробовав и убедившись, что базовая функция, базовая функция – это входящий и исходящий вызов и хендовер, работают, собственно, с нашими консюмерскими недорогими трубками. Ну, например, там, я не знаю, сколько она, 2 900, если не ошибаюсь, стоит, а 540, могу ошибаться, 2 900 в рублях. А вот, допустим, самая дешевая профессиональная наша трубка стоит 86 евро, если не ошибаюсь, с НДС. То есть разница 2, 2,5-3 раза, да, достигает. Но, во-первых, мы поддерживаем RRC в канале. Это означает, что мы хотим и всячески стараемся, во-первых, наше желание заработать, конечно, самим, продавая больше этих трубок. Во-вторых, мы даем возможность и призываем реселлеров, системных интеграторов также зарабатывать на продаже трубок в случае, как значительно проще предлагать клиенту, окей, ребята, у нас есть такое решение, но если у вас денег нет, ну, возьмите, то все равно будет работать. Вы теряете при этом деньги. Что будет делать клиент, когда он скажет, нет, дорого, да, с профессиональными трубками? Он пойдет искать аналогичные решения. Аналогичное решение – это, окей, в IP-матике своя история, которая в ближайшее время появится, у компании RTX вам знакомая, да, своя история. Так вот, ну, допустим, даже взять компанию RTX, да, у них трубки работают только со своими системами. У них стоимость трубок выше, чем стоимость трубок Gigaset при несоизмеримом разнице в качестве, да, то есть наша самая средняя, самая средняя, средняя по цене трубка R650, и вот здесь, которая слева, стоит 126 евро, это 10 тысяч рублей. Это по стоимости, по-моему, ну, там чуть-чуть дороже самой дешевой RTX-овской трубки. И несоизмеримо дороже нашей консюмерской трубки. То есть, с одной стороны, это наше упущение, то, что мы допустили такую ситуацию. Значит, не должно было быть изначально возможности подключать консюмерские трубки к системе DECT Pro, к нашей Microsoft. Но почему это было сделано? Это было сделано для того, чтобы иметь возможность подключать, ну, допустим, конференц-телефоны, какие-нибудь DECT-гарнитуры, прочие-прочие, то есть сторонние аппараты, но не замещать их трубками не из Gigaset Pro сегмента. И призыв? Призыв какой? Если вы видите, что клиент хочет купить оборудование Gigaset, вот его он хочет, но вот, ну, правда, не может, да, и вы понимаете, что... Что вы понимаете? Что-то я хотел сказать, что-то умное, забыл, не суть важная. Призыв какой? Давайте поговорим совместно с нами. То есть мы все-таки, конечно, не хотим это делать в массовом порядке, понимая, почему. Вы тоже понимаете, почему. Почему мы не хотим анонсировать, что мы готовы давать скидки на трубки, вот что я хочу сказать. Мы готовы, пообщавшись с клиентом, попытаться, мы лично, компания Gigaset, убедить клиента, что наше решение лучше в таком-то, таком-то формате, чем вы будете предлагать консюмерские трубки, просто потому, что это проще. Клиент не найдет решение дешевле и качестве, то есть по цене, цена-качество с измеримого решения лучше, чем Gigaset. А мы со своей стороны приняли решение ограничить функцию хендовера для непротрубок. То есть я сейчас прорабатываю с немцами вопрос ограничения работы хендовера, то есть не блокировать, не блокировать возможность регистрации различных трубок на нашей микросотовой системе, чтобы можно было, как еще раз, да, то есть конференц-телефоны какие-нибудь использовать сторонние, но при этом хендовер работать не будет. Хендовер для стационарных конференц-телефонов не нужен и очень крайне необходим для всех остальных применений. Вот, то есть как бы посыл такой, ближайшие, ну, сколько это может занять? Два-три месяца, но это произойдет. Немцы реализуют блокировку хендовера для непрофессиональных трубок. Это некая пилюля, не знаю, горькая, не горькая, но как бы все-таки призыв наш остается призывом. Для нас это крайне важно, и для вас это также крайне важно. Это хорошая возможность заработать. Еще раз, то есть я проводил сравнение ценовое. Это наше, конечно же, наше решение с консюмерскими трубками самое дешевое на рынке. Продать его проще простого. Наше решение с профессиональными трубками в рынке, оно не дороже. В применениях, когда в решении нужно использовать там 15-20 и больше трубок, RTX в подметке как бы не годится, мы просто по цене его переплевываем сразу. Более того, у RTX и того же самого, работа в системе с большим количеством абонентов очень нестабильна. У них слабый софт. Ну, то есть как бы это все подтверждают. Говоря о других конкурентах, есть тоже как бы свои нюансы, но мы с профессиональным решением в рынке, то есть еще раз говорю, при отсутствии консюмерских трубок сложностей в продвижении нашего решения не должно быть. То есть, по крайней мере, хочется в это верить. Будем смотреть. Итак, про трубки. R650H Pro – это наша трубка средняя, то есть она, видите, у нас идут не по порядку, по росту цены, а по тому, как нам нравится, в общем. R650 трубка – это трубка с характеристикой IP65, то бишь ударопрочные, пылевлагозащищенные, можно ронять, можно топить, можно разговаривать под душем некоторое время. Она будет работать после того, как ее уронить в ведро с маслом, с чем угодно. То есть для автодилеров, наших любимых клиентов, просто самая любимая трубка берут, с руками отрывают. Для всех прочих, особенно производственников, почему производственников, потому что у них либо рука в перчатке, либо еще в чем, да, то есть выскальзывает, упала, разбилась, раскалывалась плохо. Эта трубка не раскалывается. Кто ее видел, тот знает. У нее сзади винт, который затягивает заднюю крышку к корпусу, то есть она упадет, она не рассыпется. Мы с нашим чемоданом, в котором камевояжируем по стране, возим одну и ту же трубку с собой. Сколько раз ее уже роняли, она до сих пор никак не может сломаться. Вот, что с ней еще интересного? У нее есть сверху фонарик светодиодный, то есть, опять же, для производственников, для складов каких-нибудь. То есть, подлезть, подсветить, посмотреть, что написано на этикетке, а потом забыл интересную вещь, она связана как бы с настройками как раз базовых станций Microsoft'ы. Можно настроить получение, прием и чтение электронной почты на трубке. Электронной почты. То есть, ну, скажем, да, мобильный телефон не всегда используется для работы, мобильный телефон на тех же складах, в принципе, наверное, лежит где-то на офисном столе, а не лежит в кармане, когда вы между стеллажами катаетесь. Но вдруг приходит письмо, в котором написано, шеф такой-то или компания такая-то требует собрать заказ такой-то, такой-то, и вы это все можете прочитать с телефонной трубки. Это как опция, да, то есть, уведомление о приходе электронной почты с возможностью чтения этой электронной почты на трубке реализованной. Кроме всего прочего, все наши трубки HD-звук поддерживают HD-звук, а это значит шумоподавление, эхокомпенсация и прочее, прочее, прочее. В шумном помещении всегда будет слышно достаточно, чтобы разобрать собеседник, и чтобы собеседник разобрал, что вы говорите. Пример привожу из интересных нюансов, периодически катаясь. Вот недавно, кстати, да, мы вернулись из Уфы, тоже была очень интересная встреча с коллегами из Уфы. Итак, в Австрии завод по производству кабин для тракторов купил вот эти вот трубки, пользовался, прошло там сколько-то месяцев, стали замечать, что шум стал падать. Шум падает, ну то есть слышно стало хуже, слышно, все хуже и хуже и хуже. Что происходит, непонятно, вызвали специалисты, точнее не вызвали, то есть отправили трубки в лабораторию, лаборатория вскрыла корпус и увидела металлическую стружку, пыль, пыль металлическую, насевшую на магнит. То есть да, трубка, пыль защищенная, пылевлагозащищенная, ударопрочная, но от магнита не спасает. Ну что-то там покумекали кулибины местные немецкие, придумали какую-то мембрану, которую добавили в эти трубки, соответственно, то есть избавиться от магнита невозможно, но максимизировали простоту очистки потом в случае необходимости. То есть мембрану снимаешь, протер ее, как бы все, продолжаешь работать нормально. Она не вгрызается в глубокие части телефона. То есть это к вопросу о том, что немцы умеют еще хорошо реагировать качественно и с выдумкой на такие вот возникающие нюансы. Что я еще не сказал для тех, кто не в курсе или тех, кто не помнит, кто уже знал. Gigaset Pro трубки сейчас только они умеют работать с централизованными адресными книгами и со списками вызовов. То есть даже сейчас на консимерских тех же трубках вы не увидите, не будете иметь доступа к централизованным адресным книгам и к спискам вызовов. То есть не увидите, кто вам звонил, не сможете сделать повторный звонок и прочее, прочее, прочее. То есть это в принципе было то самое ограничение, которое немцы посчитали достаточным. Но удивительно, перехода на консимерские трубки нет. Германия, Европа я имею в виду. То есть то ли это связано с их менталитетом. Им сказали нельзя, они не лезут. А нам сказали нельзя, и мы полезли. То есть как бы от обратного. Вот. Поэтому скоро письмо пришлем. Письмо пришлем, в котором опишем эту ситуацию с предложением, как с ней быть. Окей, двигаемся дальше. Цену видели, да? РФЦ 126 евро с налогами. Мы, кстати, обратите внимание, мы с переходом страны на новое летоисчисление НДС, на новое НДС на 20%, мы не повысили цену. Мы за счет своей маршинальности цену оставили ту же самую. Кстати, может быть хороший момент, который может быть интересен. Мы подумываем о том, чтобы одновременно с блокировкой хендовера запустить бандл с трубкой S650. Вот с этой вот. Бандл с этой трубкой сейчас у нас нет. Возможно, это будет решением компромиссным и для рынка, и для нас, и для партнеров. Посмотрим, думаем сейчас. Вторая трубка. Трубка, самая старшая с точки зрения цены, 154 евро с налогами. Ее функция чисто представительская, то есть ее, наверное, ронять не очень хорошо, она однозначно упадет, рассыпется. Она не сломается, конечно, сразу, да? Она, может быть, сломается на пятый раз или десятый. Поэтому, да, прошу прощения, не буду стучать по столу. Хорошо. Это я как бы настойчиво так утверждаю. Итак, трубка, большой экран, стильный клавиатурный модуль, возможность подключения по USB и по Bluetooth. Это, собственно говоря, ее основные фишки, основные отличия, ну и отсутствие удара прочности, да, отсутствие IP65 от предыдущей трубки. Это трубка для менеджеров, которые сидят и принимают, сидят на входе в офис, принимают клиентов, общаются с партнерами, прочее, прочее, которые показывают, какие они молодцы, какие у них хорошие трубки есть. С точки зрения функций SIP-овских, то есть работы там с адресными книгами и прочее, прочее, возможности работы там с электронной почтой, никаких ограничений по трубкам нет. То есть трубки наши все работают одинаково, единственное, они выглядят по-разному. Ну и есть некоторые вот такие вот плюшки, типа у одного IP65, у другого Bluetooth и прочее, прочее. Самая простая трубка на данный момент S650H Pro имеет стоимость 97 евро и характеризуется простым в нашем случае, то есть среди неширокой продуктовой линейки трубок простым внешним видом. Несмотря на это, покупается 50% именно этих трубок по нашей статистике, ну, соответственно, как бы спрос хороший. Опять же, повторюсь, можем поддержать этот спрос с наличием бандла, но одновременным блокированием хондовера. Если с вашей стороны, пока мы не разослали это письмо, есть прямо вот сейчас какие-то аргументы, что вы категорически против, потому что то-то, то-то и то-то, я вас прошу написать мне письмо. Если моих данных нет, наверное, там на одном слайде, да, там будут мои контакты. Опять же, если вы скачали презентацию, у вас эти контакты появятся. Об этом мы уже говорили. Так, у меня еще есть часть презентации. Ага, Рома сделал хитро. Ай, Рома, Рома. Это из презентации часть нашей продуктовой линейки, которой я, собственно говоря, я ее все равно устно скажу. У нас есть телефоны Maxwell Basic и Maxwell 3. И продуктовой линейки. Maxwell Basic. Это называется цинфизурия, да, это самый ответственный момент. Меня все еще слышно? Кем не, пожалуйста. Спасибо. Алло. Женя, как? Коллеги, меня слышно? Тебя слышно. Слышно тебя. Ты слышишь меня? Все, продолжаем. Да, вот Рома трансляцию прерывал не просто так. Окей, цензура в нашей стране любимое дело. Ничего страшного. Итак, телефон будет конкурировать с аппаратами, поэтому очень жаль, что мы отсутствуем в продуктовом портфолио компании Epimatic с нашими аппаратами Maxwell Basic и Maxwell 3. Они бы заняли наверняка свою, потому что по аналогичным характеристикам они стоят в два раза дороже. Несмотря на это, эти телефоны в своем секторе российской экономики спросом пользуются. Мы их продаем немного, но метко. То есть нет, 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 тихо, 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 потом пара сотен аппаратов убегает. Для тех, кто интересуется, ну не знаю, боюсь соврать, там аналог, наверное, 27-й версии E-Link у нас будет стоить порядка 150 евро с налогами. Соответственно, при похожих характеристиках. Поэтому заинтересуйтесь, дайте мне знать, я вам дам информацию по нашей Maxwell линейке. Поставил Роман телефон Maxwell 10s в презентации. Это наш топовый аппарат, тоже самый SIP-аппарат. Возможность подключения к сети как по Ethernet, так и по Wi-Fi. Возможность питания через POI, то есть при отключенном питании с рядом ограничений либо Ethernet, либо Wi-Fi. Но это нюансы технические уже, да. То есть видите, у телефона есть возможность менять панель трубки. Трубка при этом дектовская. То есть мы не стали в Россию завозить проводные трубки. Для телефона стоимостью 900 евро наличие проводной трубки – это глупость какая-то непонятная совершенно. Поэтому у нас есть только дектовские трубки. А значит абонент, топ-менеджер какой-то может инициировать звонок с интерфейса экрана и погулять по своей комнате, попить чай, поговорив по телефону с трубки. На аппарате также присутствует видеокамера для того, чтобы поучаствовать в какой-то видеоконференции. Все уже, наверное, ну кто-то, кто хотел попользоваться аппаратом, попользовались. Есть нюансы. Нюансы такие, что аппарат, наверное, морально устарел. Мы сейчас работаем с немцами, наверняка морально устарел. Хорошо. Я вижу скептические лица, хоть я их не вижу. Работаем, чтобы немцы придумали в топовой категории новый, хороший, такой же красивый аппарат. Уже концепция обалденная. Концепция всем нравится, все видят и прям все хотят сразу его взять. Потом начинают пользоваться и понимают, что все-таки технические характеристики пятилетней давности, ну, во-первых, не позволяют обновить Android выше 5.1.1. То есть вот он как есть, 5.1.1, самый стабильный. И даже если бы он был более новый, то начинаются торможения и недостаточность производительности всей системы. К сожалению, да, ну, как бы это данность. Мы, скажем так, этот аппарат еще, наверное, год проживет с нами. Может быть, два года проживет с нами. Но в дальнейшем рассчитывать на его активность на рынке и вкладываться в него, то есть я не призываю совершенно. Но при этом, как бы, купить его можно достаточное количество, у нас на складе присутствует. Что здесь есть? Ну, собственно, все, что хотел по этому телефону, я сказал. Так, секунду. Опять спал его. Ну, что такое? Рома удалил также слайд про DX800 и телефон, но я про него расскажу. DX800 и телефон – это аппарат, который для сегмента SOHO, то есть сегмента Small Office, Home Office является очень интересной моделью. То есть, во-первых, это аппарат форм-фактори обычного телефона. У него есть экран. У него есть кнопки быстрого набора по бокам экрана. У него есть порт для подключения ТФОП, телефонной линии общего пользования, да, обычный старый аналоговый городской. У него есть два порта для подключения Ethernet для IP-телефонии. Возможности по IP-телефонии, по одновременным вызовам, либо, по-моему, либо четыре по IP-телефонии одновременно, либо три по IP-телефонии плюс один под ФОП. В чем фишка? Фишка в том, что это, во-первых, опять же, фейловер какой-то, а во-вторых, это плавность перехода. То есть, клиент, абонент, в данном случае заказчик, да, то есть, имея офис, привязанный к телефонной линии, и не хочет он менять номер, и это дорого, и не хочет он переходить на IP-телефонию, если это связано с отказом от его номера, к которому все привыкли, он имеет возможность оставить и то, и то, и подключить современные сервисы через IP-телефонию. А кроме всего прочего, у этого телефонная линия, один момент, шести трубок, то есть, этот аппарат X800, давайте, знаете, я говорю как-то ни о чем, я домотаю до этого слайда, да, вот он слева внизу. То есть, у этого аппарата есть возможность подключить на себе шесть любых ДЭК-трубок, в том числе с поддержкой ГАП. Таким образом, телефон становится такой микро-АТС-кой, обеспечивающей, телефонизирующей, вот только вот в таком вот своем формате, плюс некие трубочки, формат помещения, не знаю, там, адвокатской конторы, зубоврачебной клиники, прочие-прочие, такие вот небольшие помещения, с необходимостью, во-первых, секретаря, да, который вот использует этот аппарат с модулями внешними, так и некими мобильными шестью абонентами. Вот. На этом, собственно говоря, я закончил свою техническую часть, мои контакты на данном слайде присутствуют. Вот, как я просил уже, если у вас есть какие-то мысли по поводу того, что хендовер отключать ни в коем случае нельзя, я прошу вас аргументированно мне эту информацию прислать. Ну, не просто потому, что никто не купит, это я и так знаю, что с этим, вопрос, что с этим делать, как с этим бороться, а почему. То есть, может быть, есть какие-то мысли, которые просто мне не неведомы на данный момент. В общем, спасибо за внимание. Я не вижу Ромы здесь. Здесь, здесь. Здесь, Ромы здесь. Да, я готов передать слово. Если вопросы есть ко мне сейчас, наверное, есть смысл задать их сейчас, пока они не забылись. Ром, или как-то формат другой предусмотрел? Если какие-то есть по пройденному материалу, лучше задать сейчас, потому что после этого блока пойдет уже блок коммерческий, продолжит его, соответственно, наш коллега из Гигасет Петр Тюрин. Давай, может, минутку подождем, может быть, кто-то... Минутку подождем. Я думаю... Все, я не стучу, я не должен скучать. Надо какой-то сюда мягкий коврик. Можем пригласить Петра. Да. Да. Все, приглашайся. Туда вам. Коллеги, здравствуйте. Наверное, Ник Тюрин, я менеджер позитива бизнеса компании Гигасет Киммникейшн. Жень, во-первых, тебе спасибо за то, что рассказал. Длинновато, но зато все по делу, все по сути. Собственно, вся наша линейка, которая сейчас в России представлена, надеюсь, не ознакомились подробно. Искит, может, всегда. Жень, что звоните, мы всегда доступны. Я в своей части расскажу о нашей коммерческой политике, о том, как мы развиваем бизнес в России. На самом деле, она совпадает в некоторой степени с тем, как это делают наши европейские коллеги, потому что и продуктовая линейка у нас одна. Ну и, собственно, и подход к бизнесу достаточно похожий. Небольшое резюме от того, что сказал Женя. Значит, почему Гигасет? Потому что Гигасет достаточно просто продавать. Почему? Потому что наша средняя доля по России и в потребительском сегменте, она где-то порядка 25% составляет. Что означает, что в каждом четвертом домохозяйстве, тому, как у нас все-таки аппарат, предыдущая нашей линейки и текущая линейка консюмерская, была предназначена для домашнего использования, но также и для small office, home office, каждое четвертое домохозяйство либо предприятие было оснащено нашим оборудованием. То есть о нас помнят, о нас знают, многие помнят о нашей связи, знают о нашей связи с компанией Siemens, о том, что наше производство в Германии, ну, в принципе, к неместному качеству, я думаю, мало у кого есть вопросы. Скорее больше это будут исключения. Так что как-то так. Давайте, наверное, расскажу о том, как работать с GIGASET правильно, как зарабатывать на GIGASET. В России почти достаточно стандартно, мы стали изобретать колесо или велосипед, мы пошли в следующей схеме. У нас есть VALUAID-дистрибьютор. Почему VALUAID и почему именно IP-матика? Потому как, на мой взгляд, абсолютно, скажем так, мое персональное мнение, в IP-матике работают по-настоящему высокого класса персонала, высокого класса профессионала. Ребята знают то, с чем работают, хорошо разбираются в продукции. Именно такого дистрибьютора мы в свое время искали, и вот у нас судьба вывела на компанию IP-матика. Техническая поддержка оказывается, ну, скажем так, на первом уровне, если какие-то сложности технически возникают, то этот твой стакан же гремит. Если на начальном уровне, скажем так, возникают какие-то сложности технические, то я предлагаю вам или вашим техническим специалистам обращаться в первую очередь в компанию IP-матика, потому что там ребята профессионалы, они реализовали огромное количество проектов уже на оборудовании GIGASET, знают там основные тонкости, моменты. В случае, если они не справляются, то, пожалуйста, можете обращаться к Евгению, он всегда поддержит, подскажет. Его компетенции хватает 99% случаев, в случае, если это не так, то он направляет ваш запрос немцам, которые уж точно его поддержат, расскажут, и ваш вопрос решат. Значит, возвращаемся к схеме, value-addistрибьюторы, IP-матика, наш топовый дистрибьютор, скажем так, с максимальным оборотом, с максимальными компетенциями и еще прочее, о них говорить не буду. Значит, что происходит? В случае, если вы собираетесь реализовать проект, вы можете купить наше оборудование у нашего дистрибьютора. Сразу скажу, что у компании GIGASET склад находится здесь, в России, в Москве, и при этом очень удачно так получилось, что склад компании IP-матик находится, не то чтобы через стенку, ну, в общем, в шаговой доступности от нашего склада. В чем позитив? В том, что товар попадает на склад IP-матики буквально на следующий день, а иногда и день в день. Я обязательно расскажу о том, как регистрируются проекты, для чего это нужно. Опять-таки, мы не изобретали колесо, схема, скажем так, рабочая, давно всеми откатана, мы по ней работаем. Значит, осуществляется проект, вы заказываете у дистрибьютора, он нам поставляет оборудование, вы, собственно, поставляете своему конечному заказчику. Что нужно? Коллеги, вот здесь будет сейчас несколько слайдов, они в некоторой степени перегружены информацией. Я вам скажу своими словами. Значит, у меня к вам просьба всего на самом деле две. Первое – это соблюдение рекомендованных розничных цен. Это, опять-таки, просьба. Для чего? Для того, чтобы, скажем так, вы подтверждали мои слова о том, что зарабатывать на продуктах GIGASET можно, причем в нашем случае заработок, в зависимости от вашего статуса, доходит до 35%. Минимальный уровень заработка – это 25%. Я могу сказать, что, скажем так, у меня есть опыт работы в разных компаниях, и зачастую компании заявляют о том, что у нас заработок 25%, 35% и более, но по факту заработка получается 10-15%. Почему? Потому что, к сожалению, в наше время, это достаточно давно началось, есть интернет-игроки, скажем так, компании, которые занимаются просто продажами в интернете, которые не гонятся, скажем так, за заработком, которые гонятся за оборотом, и для них не имеет значения, какое оборудование продавать. Это маленький утюжок, либо это какая-то крупная достаточно система. Собственно, они портят многим компаниям жизнь. С GIGASET это несколько не так. Дело в чем? Дело в том, что мы занимаемся работой с Яндекс.Маркетом. Если вы, я буквально пока Женя рассказывал, я заскочил еще раз, проверил, я этим занимаюсь ежедневной, еженедельной, извините, основе, я смотрю, что происходит в Яндексе. Если вы сейчас зайдете на Яндекс.Маркет и побьете любую из наших моделей, вы поймете то, что те РРЦ, которые были в Жене презентации, они полностью соответствуют или являются минимальными на Яндекс.Маркете. Единственное, в чем может быть сложность, это курсовое, скажем так, движение курса евро. Мы торгуем все в евро на день выставления счета. Собственно, это касается абсолютно всех продуктов линейки GIGASET PRO. По консюмеру там несколько другая ситуация. Именно поэтому я соглашусь с Женей, что, пожалуйста, предлагайте заказчику профессиональные трубки. На них вы заработаете гораздо больше. Да, это не так дешево, но, опять-таки, я повторюсь за Женей, мы готовы обсудить с вами какие-то спецпредложения. У нас есть бандлы, которые тоже снижают в электростепени стоимость оборудования нашего. Мы готовы вас поддерживать при продаже профессиональных трубок, нежели если вы предлагаете консюмерские. Значит, возвращаемся к партнерской программе. У нас существует три уровня партнеров. Первый уровень, на котором, по большому счету, уже сейчас находится ваша компания. Если вы уже не на серебряном или золотом, я уверен, что у нас сегодня присутствует золотый и серебряный партнер. Значит, для того, чтобы стать авторизованным партнером GIGASET, необходимо было принять честь в сегодняшнем вебинаре. Если вы хотите переместиться на следующий уровень, а это уровень серебряный, то вам необходимо реализовать всего лишь пять проектов за год. Причем мы считаем с первого января, то есть если вам уже были в этом году какие-то проекты реализованы, они идут за отчет в любом случае. Для перемещения на следующий, наш максимальный уровень и уровень дисконта минус 35% от РРЦ, вам необходимо реализовать всего лишь 10 проектов в год. Количество, я вас уверяю, не такое уж большое, потому что сотнями проекты сейчас регистрируются. Я вот уже даже замечаю, несмотря на то, что модель N870 еще не присутствует на рынке, у нас уже достаточно большое количество регистраций по этой модели. Я думаю, что мы свое присутствие на рынке будем улучшать, увеличивать, количество проектов будет расти. В первую очередь благодаря вам. Надеюсь, сегодняшнее наше мероприятие поможет вам в этом, поможет понять, как зарабатывать с гигасет, какие у нас есть возможности и так далее. Три уровня партнеров, три уровня скидки, 25-30-35% от РРЦ. Вот этот слайд, который я, честно говоря, меньше всего люблю, в нашей презентации здесь очень много запросов. Вы можете подумать, что гигасет слишком от нас много чего хочет. На самом деле, большинство из них, они связаны с тем, скажем так, тем аспектом, техническим аспектом или даже техническим аспектом технических компетенций. Мы хотели бы, чтобы в вашем штате был хотя бы один человек, который умеет настраивать, который хотя бы делал инсталляции или прошел какое-то обучение. Либо на нашей базе, либо на базе вебинаров, которые проводит компания Appymatica достаточно часто. Для чего? Для того, чтобы в случае, если вы реализовали проект, и у заказчика возникла какая-то примитивная техническая сложность, ваш специалист мог ему оказать какую-то консультацию по телефону, потому что оборудование по большому счету достаточно простое. И не нужно обладать какими-то суперскилами для того, чтобы его настроить или в случае каких-то сложностей поддержать партнера. Поэтому мои просьбы, они в принципе две. Первое – поддержка РРЦ, второе – регистрация проектов. И, естественно, хотелось бы, чтобы были определенные компетенции у ваших сотрудников, технических специалистов, селзов, чтобы они могли оперативно клиенту подсказать. Я говорил, скажем, в двух словах рассказал о том, почему мы просим вас соблюдать рекомендованные розничные цены и как это Гигасет с своей стороны поддерживает. Второй аспект, важный аспект, и, наверное, даже наиболее важный аспект сотрудничества с компанией Гигасет и компанией Апиматика, он заключается в том, что мы просим вас регистрировать с проектом. Регистрация крайне простая. На горизонте у вас появился какой-то потенциальный заказчик, у которого есть интерес к нашему оборудованию, оборудованию конкурентов. Но стоит задача, которая, возможно, может быть закрыта при помощи оборудования Гигасет. Вы сообщаете о этом заказчике нашему дистрибьютору. Дистрибьютор сообщает мне, я проверяю, в случае, если проект свободен, я регистрирую, подтверждаю дистрибьютор, дистрибьютор подтверждает вам. Вы начинаете работу с заказчиком, проводите радиопланирование, рассказываете об оборудовании. У нас есть демо, наши сэмплы, скажем так, вы можете запросить либо у дистрибьютора, либо у меня напрямую. Мы готовы в этом плане тоже раз поддержать. В случае, если проект свободен, мы регистрируем его на вас. Что это вам дает? В первую очередь, да, кстати, я хотел сказать, что мы, как Гигасет, мы никогда не идем в проекты сами. То есть даже вот сегодня говорил Женя о наших крупных партнерах, о наших крупных заказчиках. Мы со всеми нашими партнерами работаем, конечниками, то есть работаем через партнеров. В силу ряда причин, скажем так, это не наш хлеб, мы производитель, мы, скажем так, технически компетенциями обладаем. Ваша задача, скажем так, зарабатывать и продвигать наше оборудование. Поэтому вы можете быть абсолютно уверены, что данная информация не идет дальше, как минимум, у меня внутри компании Гигасет. Я не сомневаюсь, скажем так, в качестве работы сотрудников IP-матик. Я уверен, что они тоже эту информацию никуда не выпускают за пределы компании. Поэтому вы можете быть уверены, что проект будет за вами защищен. Я уже сказал о том, что склад у нас находится в Москве, при этом у наших дистрибьюторов они поддерживают минимальный склад по оборудованию Гигасет. Тот уровень склада, который необходим для того, чтобы реализовать замену, то есть от 2, 3, 4 аппарата. Максимум. Почему? Потому что это еще для нас один дополнительный момент контроля рынка, контроля работы с проектами, заказчиками и, скажем так, взаимодействием между вами, как конкурирующими компаниями. Зарегистрировался проект. Вы получили подтверждение. Пожалуйста, работайте. Наступает время отгрузки. Вы сообщаете дистрибьютору, что такой-то проект существовал. Хотелось бы получить товар. Мы еще раз перепроверяем, отгружаем. В случае, если кто-то попытается лезть в ваш проект, он как минимум не получит самооборудование. Либо получит его по РРЦ. То есть, естественно, существует законодательство, которое мы, естественно, соблюдаем. И есть, как всегда, лазейки. Мы в этом плане, мы вам, собственно говоря, это оборудование отгрузим, но по РРЦ, если проект был не ваш. У нас за все 3,5 уже года присутствия Гигасет в России, Гигасет Про в России, было 2, наверное, или 3 кейса, когда, скажем так, звезды расположились, что два партнера оказались в одном проекте. Все эти вопросы решаются и, скажем так, безболезненно для вас, для вашего партнера, для заказчика. У нас опыт в этом есть, поверьте. Ну, собственно, двигаемся дальше. Поддержка партнеров. Естественно, помимо всех наших требований, которые были на предыдущем слайде, мы еще и поддерживаем вас максимально. Во-первых, у вас есть всегда доступ к нашему оборудованию. Оно есть в наличии в Москве. Необходимое количество – это гарантировано. То есть я поддерживаю как минимум полугодовой стоп у себя на складе в Москве, поэтому с этим проблем никаких не будет. Мы, у нас есть, скажем так, коллеги, которые занимаются работой с прямыми заказчиками. То есть мы ходим по конечным заказчикам, рассказываем об оборудовании, и в силу того, что мы, как я считаю, сами в проекты не идем, дальше мы передаем этот проект партнерам. Не знаю, после стадии радиопланирования или уже когда клиент, скажем так, теплый, когда он уже готов разместить заказ на оборудовании, мы в зависимости, опять-таки, от уровня партнера мы этих заказчиков передаем. Соответственно, чем выше ваш уровень, тем больше реализованы проектов, чем больше, скажем так, чем выше ваши компетенции по оборудованию Gigaset, тем больше шансов у вас, скажем так, просто получить заказчика напрямую от нас. Мы проводим постоянно обучение, и вот спасибо нашим коллегам из «Эпиматики», они часто рассказывают о нас, ездят по стране. Мы проводим, наверное, уже, скорее всего, ежемесячные мероприятия выездные, где встречаемся региональные, где встречаемся и с партнерами, и с конечными заказчиками, и с операторами связи местными. То есть мы увеличиваем, скажем так, зону покрытия, зону узнаваемости бренда. Надеюсь, что это, ну, то есть практика показывает, что это приносит результаты. Если говорить про 2017 год к 2016, то мы выросли в два раза, 2018 к 2017 – в два с половиной раза, то есть мы набираем обороты ежегодно. Ну, наверное, все сейчас подумали, ну, с нуля просто расти. Да, это так, но, тем не менее, тенденция понятна. Мы растем, выходят новые модели, выходит, скажем так, более серьезная система, потому что 870 – это тот продукт, который ждал весь рынок, по крайней мере, мы так думаем, и мы его очень сильно ждали. Он укрывает для нас совершенно другие горизонты, и те проекты, которые сейчас регистрируются, это уже не один дек-менеджер, 4 базы и 10 трубок, а, не знаю, там, 20, 30, 40 баз и 250 абонентов беспроводных. Надеюсь, что для вас это тоже шаг вперед и возможность перейти на несколько другой уровень. Коллеги, дальше будут слайды, скажем так, повторяющие, то, что я уже сказал. Единственное, что я хочу, скажем так, на основных моментах я остановлюсь. Мы с Евгением готовы поддержать вас в случае наличия крупного интересного заказчика, мы готовы выехать к вам вместе, провести переговоры с конечным заказчиком, рассказать, как представители вендора, рассказать об оборудовании, скажем так. Это тоже в некоторой степени влияет на людей, принимающих решения. Мы готовы предоставить вам наше оборудование в тестировании. При необходимости, если вы сейчас чувствуете интерес к какому-то оборудованию, пожалуйста, пишите мне, Жене, мои контакты тоже будут в конце моей презентации. Пишите, без проблем мы отправим, протестируйте, поймете, как это работает. У вас будет, скажем так, будете уверены, что оборудование достойное, потрогайте руками. И, в принципе, знаете, у нас есть опыт, когда мы раздаем конечным заказчикам оборудование, они его трогают или делают инсталляцию у себя. Например, так мы работаем с одним из ритейлеров. Вот сейчас вышли на одного из крупных фудовых или, как это сказать по-русски, сеть магазинов, которая занимается продуктами питания. Мы дали им комплект оборудования, они у себя установили. Ром, ты включился, по-моему. Они установили у себя, и это на самом деле сильно помогает им принять решение в сторону гигасет, потому что у них уже система налажена, настроена, все работает. Такого, чтобы что-то там пошло не так у нас пока, к счастью, такого опыта нет. И дальше им просто зачем он что-то там выбирает другое. Если у них уже стоит гигасет, он работает, люди начинают привыкать. Это удобно, и, скажем так, такую практику мы используем, она эффективна. Что мы еще делаем? Маркетинг. Естественно, мы запускаем, печатаем новые, разные статьи в специализированных СМИ, вот совместно с EPMATIC, без них, о новых продуктах, о том, не знаю, где это применяется. Вот Рома сегодня расскажет очень интересную презентацию. Я предлагаю вам, несмотря на то, что немножко выбились из графика, предлагаю вам обязательно послушать его часть, потому что это поможет вам, скажем так, понять, какой уже опыт существует в гигасет, и те направления, куда можно начать предлагать гигасет, потому что именно в тех сферах, о которых Рома будет говорить, это оборудование на самом деле востребовано. И у нас уже есть этот опыт, мы знаем, как его туда лучше предложить. Маркетинг с ним достаточно понятный. У нас направление B2B, здесь сложно что-то придумать. Я расскажу об интересном очень инициативе с нашей стороны, как нам кажется. Женя уже о ней говорил. У нас есть специализированный партнерский портал. Кстати, вы можете также прислать мне... Извините, у нас это просто душно и окна открываются. У нас есть специализированный портал для GIGASET PRO, где вы можете найти фотографии оборудования в высоком разрешении, более подробные информационные листы. Собственно, вся информация о GIGASET, о GIGASET PRO, она существует. В Жене на презентации была ссылка, можно пройти, разместить... Я, кстати, да, попрошу вас, наверное, разместить информацию о нашем оборудовании на вашем сайте. Это, скажем, и притянет новых заказчиков, и, скажем так, с вашего интернет-портала не нужно будет куда-то уходить за более глубокой информацией о GIGASET. И со своей стороны, если вы пришлете мне название вашей компании, юридический, фактический адрес, я готов разместить ее на нашем портале. И, опять-таки, человек или, конечно, заказчик, который, либо, не знаю, ваш партнер второго уровня, который попадает на наш сайт, сможет дальше перейти уже непосредственно на ваш сайт, связаться с вами. Там это будет фотография, мне больше понятно. Вот, собственно, так это выглядит портал. То есть, предположим, город, здесь у нас Мюнхен, там штаб-квартира у нас. Также ваша компания будет высвечиваться на Google Maps, и, конечно, заказчик достаточно просто будет туда пройти. Об этом мы уже говорили, еще раз быстренько прям пробегусь. Бренд достаточно известный, сделанный в Германии. Качество, собственно, не поддается, скажем так, к сомнению, потому что за вот эти вот два с половиной года и за, не знаю, там сотни реализованных проектов, у нас, я не знаю, Женя рассказывал об этом или нет, у нас были не возвраты, а, скажем так, dead on arrival аппараты в базовой станции или deck-менеджеры. Всего порядка до 10 штук. В общем, процент брака, он поистине минимален. Я работал там в Кеноне, да, который тоже является одним из лидеров рынка, там очень низкий процент брака в Гигасет, это просто... Женя, извини, пожалуйста. В Гигасет – это факт. Что у нас там дальше будет? Вот она как раз, одной из самых интересных инициатив, которые мы предпринимаем. Если у вас, собственно, каждый из вас или любой представитель одной из ваших компаний может отправиться с нами в путешествие, как мы это делали уже в прошлом году, в 17-18 годах, в 19-м году такая же программа запущена. Не все верят сразу о том, что завод Гигасет находится в Германии. Собственно, для того, чтобы полностью убедить вас, либо вашего конечного заказчика, мы готовы пригласить вас. Для этого нужно всего лишь реализовывать проект по Гигасет. Мы... у нас, скажем так, был опыт, когда мы поняли, что, ну, собственно, есть лидеры рынка, есть компании, которые реализовывают огромное количество проектов, и было бы несправедливо приглашать только по критерию, кто сделал больше. У нас есть такие номинации, как «Лучший проект», «Лучший региональный партнер» и «Лучший старт года». Поэтому все компании, которые, скажем так, еще даже не имели никакого опыта, инсталляции не менее не отчаивайтесь, у вас есть огромные шансы отправиться с нами и в этом году, и в дальнейших годах, потому что мы собираемся наращивать обороты. Так что приглашаем вас. Коллеги, я вас еще раз благодарю за то, что присоединились. Я очень надеюсь, что сегодняшнее мероприятие поможет вам понять, как зарабатывать больше, в чем преимущество продуктов компании «Гигасет», почему лучше всего сотрудничать с компанией «Эпиматика». Ну, и, собственно, на этой ноте я передаю слово Роме. Контакты мои, они пока повисят здесь на экране, чтобы была возможность записать их. Я всегда на связи. Любые технические и коммерческие вопросы можете задавать мне и Евгению. Всегда ответим, поддержим. Ром, тебе слово. Да, Петр, спасибо за доклад, было очень интересно. Я думаю, нашим слушателям, нашим партнерам было также интересно. И если есть какие-то вопросы, вы можете их задать либо сейчас, либо во время моего доклада, либо написать Петру непосредственно на его почту. В общем, любой запрос, любой вопрос не останется без, соответственно, ответа. Ну, а я тем временем возьму инициативу в свои руки и начну свой доклад. Напишите, пожалуйста, в чат плюсик, если все получилось, если вы видите слайды. Сферы применения GIGASET PRO. Отлично. Значит, все видно, можно продолжать. Собственно говоря, как уже и говорилось, мой доклад, он такой более общий. Он резюмирует всю информацию, полученную от моих коллег из компании GIGASET. И также добавляет некоторую ценность для самих партнеров-интеграторов в разрезе сфер применения и кейсов, где можно поставлять оборудование GIGASET PRO. Начнем с самого-самого начала. Зачем и когда нужна микросотовая система? Для тех, кто, может быть, еще с этим продуктом, с этим сегментом, не видно и не слышно меня. Коллеги, как меня видно и слышно? Дайте обратную связь. У меня показывает, что все работает. Видно, слышно, два плюса, все, спасибо. Значит, повторюсь, наверное, для тех, кто не смог услышать, виду технических сложностей, зачем нужна микросотовая система для тех, кто с этим продуктом, с этой сферой еще не сталкивался. Микросотовая система идеально подходит для тех компаний, для тех предприятий, для тех заказчиков, для которых очень важна мобильность своих сотрудников и их готовность отвечать на звонки, на какие-то сообщения во время своей рабочей деятельности. То есть, например, имеется какое-то складское помещение довольно-таки большое, скажем, 300 квадратных метров или более. На самом деле, можно использовать и в складских помещениях и гораздо меньше, но тем не менее. И, соответственно, человек, который работник склада, он, работая, соответственно, по сбору груза и отгрузки, он, например, получает какую-то очень важную информацию, которая говорит ему, что нужно сделать определенные действия без того, чтобы возвращаться на его рабочее место. Соответственно, это очень удобно. Человек может мгновенно реагировать, может мгновенно ответить на какие-то вопросы, и, соответственно, это повышает его общую эффективность работы. Также она помогает ему работать в труднодоступных местах, в помещениях. Как говорили мои коллеги, есть у трубки R650 сверху фонарик, с помощью которого можно где-то подсветить, что-то посмотреть и, соответственно, решить какой-то вопрос, не отвлекаясь на долгий переход до своего рабочего места либо долгие уяснения по другим видам связи, например. Значит, сферы применения, где применяется микросотовая система DECT. Они все перечислены на слайды, некоторые из них я зачитаю как самые популярные. У нас одна из самых популярных сфер применения – это автодилеры, автомастерские, все, что связано с автомобилями за счет, соответственно, нашей трубки R650H Pro, которая имеет защиту от ударов и защиту по IP от влаги и пыли. Соответственно, банковский сектор, производственные предприятия, складские помещения, офисы. В принципе, везде, где нужна телефония, везде, где нужна свобода в перемещении и возможность быть всегда на связи. Собственно говоря, на слайде можете увидеть наши проекты, реализованные за годы работы. Такие компании, как Toyota, Scania, Volvo, Mercedes. Все они используют нашу микросотовую DECT-систему, которая позволяет повысить эффективность сотрудников и, соответственно, получить некую добавочную стоимость к своему сервису и операционной прибыли. Вот как раз-таки подробнее о таких примерах. Это автосалон Mercedes, который, соответственно, установил в своем помещении, где, соответственно, расположены автомобили и сотрудники компании установил микросотовую систему DECT. Как вы видите и могли запомнить с предыдущих слайдов Евгения и Петра, микросотовая система DECT от GIGASET имеет светлый оттенок, но под дизайн самого салона было принято решение заказчикам перекрасить их в цвет, подходящий, соответственно, под их интерьер, что позволило обеспечить не только стабильную профессиональную связь по формату DECT, но и, соответственно, обеспечить внешний приятный и гармонирующий вид. Соответственно, по стрелочкам и по красным кружочкам вы можете найти на картинках сами устройства. Это базовые станции. Извиняюсь. Значит, по спецификации этого салона можете видеть на слайде. Традиционно у нас в DECT-серии, в DECT-микросоте серии N720 должен присутствовать DECT-менеджер, который вы видите на слайде, несколько базовых станций и, соответственно, несколько трубок. Полная стоимость такой спецификации для автосалона составляет примерно 280 тысяч рублей. Ну, все, конечно, может варьироваться в зависимости от потребностей, в зависимости, например, от количества топ-менеджмента в определенном автосалоне, либо там механиков или других людей, которым именно необходима защищенная трубка от падения. Ну, соответственно, спецификация будет меняться соответствующим образом. Следующая сфера также очень интересна. Это банковская сфера. Для кого уже давно не секрет. В отделение Сбербанка и сама структура Сбербанка использует микросоту DECT от GIGASET. Точнее, не микросоту, а там синглсота, да, там дальше будет слайд. Я покажу, какая была именно спецификация. На данный момент в Сбербанк уже поставлено более, в более чем 4 тысячи отделений поставлено оборудование от компании GIGASET. Значит, спецификация отделения банка выглядит следующим образом. Это, как я уже говорил, синглсота, это продукт N510, базовая станция, и, соответственно, некий набор трубок. Количество трубок и их разновидность уже, соответственно, решается на месте в зависимости от потребностей. Также из сфер применения это у нас производственные и DIY-центры, супермаркеты. Одним из них является, например, X5 Retail Group или, например, сеть Lenta, очень популярная и динамично развивающаяся. Из DIY-сектора это HOF и Rumer Lent. По спецификации супермаркета у нас на слайде представлено некоторое стандартизированное решение, в котором есть, опять же, DECT Manager, 10 базовых станций и 40 DECT трубок, в данном случае модели R650. Полная стоимость такого решения составляет порядка 960 тысяч рублей. Соответственно, как говорилось ранее и на предыдущих слайдах, спецификация может меняться в зависимости от размера помещения, в зависимости от количества абонентов, здесь могут быть нюансы. Но такая вот стандартизированная схема, можно ее использовать при заходе в каких-то новых заказчиков, при разработке предложения для какого-то заказчика. Также из социальной сферы это у нас медицина и, соответственно, развлечение. То есть все, что связано с досугом, либо с медицинской сферой. У нас, к сожалению, я перепутал порядок слайдов, я немножко промотаю вперед. Пример из сферы развлечений – это Попера Астана, это наш проект, который был реализован в предыдущем году. Здесь, соответственно, вы можете видеть на слайдах, это довольно-таки большое здание, в котором, соответственно, нужно обеспечить мобильность некоторых сотрудников, которые постоянно перемещаются и им нужно быть постоянно на связи. Соответственно, здесь спецификацию вы видите на экране. Тэк-менеджер, 30 базовых станций и 80 трубок разных моделей. Стоимость такого проекта для Попера Астана составляла порядка 1 миллиона 700 тысяч рублей. Дальше я назад отмотаю. По сферам еще у нас есть производственная сфера. Это все производственные предприятия, на которых есть, соответственно, большая площадь и какое-то количество работников, которым необходимо часто перемещаться и иметь связь с своими коллегами. И, соответственно, нефтегазовый сектор, такие известные компании, как «Газпром», «Роснефть», «Транснефть» и остальные. Образование и наука также не стало исключением для внедрения микросотовой системы DECT в Гигасет. Данная сфера также довольно интересна для внедрений. Гостеприимство, сфера гостеприимства, сфера Хорика. На слайде вы видите также некоторые компании, некоторые заказчики, которые уже пользуются и довольны микросотовой системой DECT от Гигасет. Это известные бани с Сандуны, например. И далее у нас есть, опять, к сожалению, не та последовательность. Идет пример, на котором, соответственно, видно по спецификации и по плану здания, что в данной реализации, соответственно, имелось несколько зданий, которые нужно было объединить в одну единую DECT-систему, в которой, соответственно, абоненты могут эффективно коммуницировать при помощи беспроводных трубок. Вот. Соответственно, стоимость такого проекта составила порядка 1 миллиона 700 тысяч рублей. Традиционно один менеджер, несколько базовых станций и количество беспроводных трубок по необходимости. Далее вернусь немножко назад. По гостеприимству, вот как мои коллеги говорили, что у нас на данный момент есть два бандла, два бандла, которые идут по акции, в которых DECT-менеджер идет бесплатно. Вот. Соответственно, с такой спецификацией, соответственно, можно заходить в практически любой проект гостеприимства. Это такой минимальный, так скажем, базовый набор, который можно предлагать партнеру, и, соответственно, цена будет у него довольно привлекательной. Здесь на слайде видна трубка R650, соответственно, еще по акции есть трубка премиальная SL750. Ну и, как говорили мои коллеги из GIGASET, планируется сделать такую же акцию в скором будущем и на трубке самый дешевый S650. Идем далее. Помимо партнеров, также нам нужно заботиться и о заказчиках. Я выписал некоторые положения, которые помогут вам при переговорах с заказчиками. Это, соответственно, полноценное решение для телефонизации офиса. То есть можно обеспечить всех сотрудников качественной и надежной корпоративной связью. Это возможности гибкой интеграции в уже существующую инфраструктуру. То есть, например, если стоит какой-то IP-ATS, например, от компании Ястар, все будет прекрасно работать, будет полная совместимость, да, и, соответственно, сопряжение этих устройств пройдет без каких-то трудностей. То есть все тестировалось у нас в компании IP-матик, да, все работает, все, соответственно, совместимо. Также присутствуют очень важные и очень полезные функции handover и roaming, да, которые позволяют беспрерывно общаться по, соответственно, трубкам со своими коллегами, да, и не выпускать какую-то важную информацию. То есть сигнал не будет перерываться. Даже при переходе довольно-таки больших расстояний в зоне действия базовых станций от компании GIGASET. Также, как и говорили мои коллеги, на всю продукцию компании GIGASET дает двухлетнюю гарантию. Это действительно немецкое качество, которое позволяет пользоваться данным продуктом долго, качественно, без каких-то нареканий. Также еще раз повторюсь, что техническая поддержка всегда обеспечивается либо компанией GIGASET, либо компанией PIMATIKA. Обращайтесь в любом случае по любому вопросу, мы готовы вам помочь, даже в составлении спецификаций. То есть здесь ни один вопрос не останется без ответа. Ну и как завершение, это продукт кост-эффектив, так называемый в России, продукт цена-качество. То есть цена на него приемлемая, позволяющая зарабатывать партнеры, но и, соответственно, не кусается для самого заказчика. То есть здесь идет такой некий баланс, что позволяет продукту GIGASET быть конкурентоспособным на рынке. В принципе, по докладу у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы или есть какие-то пожелания, можете высказаться либо сейчас в чате, либо отправить мне сообщение на мою почту, либо если нужна консультация моих коллег из технического отдела, также можете обращаться ко мне, я вас, соответственно, перенаправлю. Предлагаю секунд 10-15 подождем. Если не будет вопросов, то, наверное, уже будем наш вебинар на сегодня заканчивать, потому что уже, в принципе, заняло довольно-таки много времени, порядка двух часов. Поэтому, если есть вопросы, можете обращаться. Вопросов, да. Вам спасибо, что вы поприсутствовали. Будем и дальше продолжать наши вебинары в таком же формате. Будем приглашать наших производителей, привлекать их к нашим вебинарам, чтобы они имели возможность напрямую пообщаться с нашими партнерами и, может быть, ответить на какие-то интересные вопросы и помочь в решении каких-то интересных задач. Всем еще раз спасибо. Тогда я заканчиваю. Всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok